Польза и противопоказания календулы, что лечит растения. Что такое календула? Календула давно используется в народной медицине, признана современной фармацевтикой, представлена в различных средствах по поддержанию здоровья и красоты кожи. Календула лекарственная, это цветущее травянистое растение семейства астровых. Родиной календулы является Средиземноморье, сейчас календула распространена в Европе, Азии и Австралии, где ее выращивают для декоративных и лечебных свойств. Цветение растения начинается весной, название календес происходит от того, что цветок начинает распускаться ежемесячно с начала весны до первых зимних морозов. Для чего используют календулу? С давних времен календулу использовали в качестве красителя из-за лечебных свойств, лечили заболевания кожи, болезни внутренних органов, геморрои, желтуху, проблемы с менструальным циклом, конъюнктивит, стригущий лишай, применяли для заживления и регенерации ран. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что маслянистый настой календулы является эффективным внешним средством для лечения поверхностных ран, умеренных воспалений кожи и слизистой полости рта, ран и венозных язв. Календула содержит кучу полезных веществ. Среди них антиоксидантные каротиноиды, провитамин А, являющиеся противосолнечным агентом, флавоноиды, сложные эфиры фарадиола, обладающие противовоспалительным и противоотечным действием, салициловая кислота, отличный анальгетик, оказывающий кератолитическое, антисептическое и противовоспалительное действие. Польза календулы для здоровья. Благодаря такому составу календула имеет противовоспалительное и противоотечное действия эфиры фарадиола помогают уменьшить отеки или гиперемию вследствие солнечных ожогов и лучевой терапии. Заживляющие действия. Благодаря наличию салициловой кислоты в своем составе, календула ускоряет регенерацию ослабленной или поврежденной кожи, помогает при обветривании, трещинах, обморожении, заживлении мелких ссадин, порезах от бритвы, раздражениях от детских подгузников. Препараты на основе календулы помогают снять раздражение. Сухость и кожный зуд благодаря жирным кислотам, которые мягко питают, увлажняют и защищают эпидермис. Календула обладает антиоксидантными свойствами, защищает клетки от преждевременной дегенерации. Флавоноиды захватывают свободные радикалы и таким образом замедляют старение кожи. Смельчающий эффект. Календула эффективна для раздраженной и реактивной кожи, хрупкой и нежной кожи младенцев и детей. Антисептический антибактериальный эффект. Благодаря эфирным маслам, содержащимся в составе, календула особенно эффективна против стафилококков и трихомонат, применяется при лечении псориаза, язв, экземы, пролежней. Лечащий календула. Календула содержит множество антиоксидантов, которые могут бороться с окислительным стрессом и воспалением в организме. Может помочь в заживлении ран и язв. Экстракт календулы используется местно для лечения ран и язв, увеличивает количество коллагена в ранах по мере их заживления. Ранозаживляющие свойства календулы делают ее хорошим средством для лечения псориаза. Поддерживает здоровье полости рта благодаря противовоспалительным и противомикробным свойствам. Препараты с календулой эффективно борются с гингивитом. Может улучшить здоровье кожи. Экстракт календулы широко представлен в детских кремах, противосолнцеевых мазях, средствах с эффектом антиэйдж, средствах от прыщей. Защищает от солнечных ожогов. Масло календулы имеет фактор защиты от солнца. СФФ – 8,36. Экстракт календулы известен своими противогрибковыми и противомикробными свойствами, ингибирует рост лишмании, паразита, ответственного за лишмуниоз, заболевания, вызывающие кожные язвы или поражающие внутренние органы, такие как селезенка, печень и костный мозг. Может бороться с некоторыми раковыми клетками, благодаря антиоксидантам способна оказывать противоопухолевое действие. Календулой можно лечить женские заболевания, устранять проблемы с сердцем, снимать мышечную усталость и улучшать здоровье кожи. В народной медицине календулы издавна использовали для регулирования менструального цикла, вызова менструации и облегчения менструальных спазмов. В урологии календулы имеются в составе мочегонного сбора, средства для лечения уретрита, простатита, цистита. Настой календулы помогает при колитах, энтероколитах, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Средства на основе календулы эффективны для устранения воспаления на сосках вследствие грудного вскармливания. Предостережение против применения календулы. В ограниченном количестве календулу следует использовать людям с повышенным артериальным давлением и заболеваниями сердечной деятельности. Отказаться от нее нужно женщинам в период беременности и тем, кто имеет аллергию. При хронических заболеваниях необходимо проконсультироваться с врачом. Чай с календулой. Как заварить? Чтобы приготовить полезный чай из календулы, нужно вскипятить воду, добавить 1-2 чайные ложки сушеных цветов в чайник или чашку с кипяченой водой и заварить 10-15 минут. Процедить напиток и пить 2-3 раза в течение дня. По желанию к чаю можно добавить мед, различные специи, как корицу, ваниль и другие ингредиенты. Польза чая из календулы. Чай из календулы. Уменьшает проявление кашля. Нормализует работу ЖКТ. Снимает воспаление при подагре. Уменьшает боли при артрите. Его рекомендуется использовать в качестве добавки к рациону при проблемах печени, кожи, полости рта и сердечно-сосудистой системы.